Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Сегодня в Самаре официально открывается пляжный сезон. Как к нему готовились и как будет поддерживаться порядок, обсудим сегодня. В нашей студии начальник отдела обеспечения защиты населения и управления гражданской защиты Сергей Юшкевич и начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев. Здравствуйте, Сергей Владимирович, Леонид Вячеславович. Скажите, пожалуйста, с какого момента начинается подготовка к открытию пляжного сезона, в чем она заключается и на сегодняшний момент все ли действительно готово и все хорошо? Ну, наверное, с двух точек зрения. С точки зрения безопасности и более общие вопросы благоустройства, содержания. Подготовка к пляжному сезону началась еще с зимы. Был проведен КЧС в городе, комиссия по чрезвычайным ситуациям, где были поставлены задачи департаментом, значит, сформулированы задачи, которые в течение подготовительного периода не выполнялись. На данный момент можно констатировать, что к завтрашнему дню безопасность на пляжах будет обеспечена. Немножко вмешались погодные условия. Волга у нас опять подняла свой уровень. И модули спасательных постов, значит, все установлены не будут. Их должно быть 9 на 7 пляжах. Пока не установлены 3. Как только уровень Волги снизится, модули тут же будут установлены. Но спасатели с завтрашнего дня на всех пляжах будут работать. Понятно. А как-то погода отразилась еще, Леонид Вячеславович, на открытии нынешнего пляжного сезона? Потому что вот открывается сезон, мы сидим все с длинными рукавами. Погода, конечно, не очень располагает. Безусловно, здесь в первую очередь сыграл уровень воды в Саратовском водохранилище. А температурный режим, в принципе, на подготовке именно береговой полосы отражается не сильно. Скорее всего, даже это плюс, потому что, когда мало людей на самом пляже, удобнее расставлять оборудование, завозить песок, проводить его планировку. На данный момент у нас уже завезен песок на все пляжи, планированные к богоустройству в этом году. И проведена планировка пляжей. Но вот в связи с тем, что уровень воды поднялся, не везде возможно сейчас расставить пляжное оборудование. Оно уже выставлено на первую очередь, набережной, и частично на второй. И на остальных пляжах оно будет выставлено, когда сойдет уровень воды. И там в оперативном порядке все мы расставим, как и должно быть. А вообще есть какие-то новшества в этом году? Мы привыкли, что что-то новое, оно появляется. Ну, в этом году у нас появится информационное табло, которое будет показывать температуру воды и воздуха. То есть отдыхающие смогут видеть, какая сегодня вода, какой воздух. В принципе, это очень хорошо. До этого, вы знаете, у нас уже традиционно устанавливаются мойки для ног. Это в районе набережной. И второй год планируется организация пляжа для маломобильных групп населения. В прошлом году этот пляж был создан впервые. Вот эта зона в районе Некрасовского спуска. И с учетом положительного, скажем так, опыта проведения прошлого года, в этом году пляж будет работать также. А где обозначите координаты? Это находится под Некрасовским спуском. То есть там будет создана определенная логистика. То есть любой маломобильный гражданин может через набережную, там будут указатели определенные, дойти до спуска пропета. Там будет установлена тактильная карта для слабовидящих. И на самом песке организована зона. Будут специально установлены мостки определенной длины, ширины с бортиками. Специальные раздевалки для инвалидов и биотуалеты для инвалидов. Причем департаментом социальной защиты и поддержки будет организована еще работа волонтеров, которые будут встречать. Да, да, да. И в прошлом году так же было. Да, да, да. Уже опыт и есть. Опыт и есть, да. А с точки зрения безопасности, Сергей Владимирович, расскажите, чтобы мы все не волновались, где устанавливаются вот эти спасательные пункты? Какова квалификация спасателей? Когда, в какие моменты к ним можно обращаться? Или они сами вот автономно следят за обстановкой? С какого по какое время они работают, чтобы мы тоже все это знали? Значит, на летний период администрации города Самара создана муниципальная спасательная служба на воде. Был разыгран, значит, конкурсная документация в результате которой победила областная общественная организация спасения на водах, АСВО. То есть все спасатели будут назначаться этой организацией, которая, значит, провели обучение, набрали молодежь спортсменов, в основном это пловцы, но также есть легкоатлеты и другие виды спорта. Значит, возрастной центр спасателей с 19 до 28 лет, средний возраст где-то 23-24. Значит, основной костяк спасателей уже имел опыт работы в предыдущие годы. В основном это студенты вузов, которые с удовольствием работают, имеют как бы и подработку и с удовольствием оказывают гражданскую свою позицию, проявляют при спасении. Работать спасательные посты будут с 9 часов утра, извиняюсь, с 10 часов утра до 9 вечера. С 10 все же? С 10, с 10. Вот почему уточнила? Потому что, зная, что в раннее время утреннее тоже происходят несчастные случаи, люди приходят на пляж рано, вот даже вот на моих глазах такое случилось, один раз, поэтому я уточняю, где-то около 8 утра, пришла пара, ну уже такие ближе к пожилым люди, и пока, значит, женщина отдыхала, мужчина пошел купаться, и там что-то у него случилось, то ли сердечный приступ, то ли что, и в общем-то, и потеряли время. Вот каких-то таких не оговаривается, да, чтобы чуть раньше, или как-то обращать внимание жителей, что вот в это время нет спасателей, нужно быть особенно внимательным и осторожным. Работа спасательных постов, время работы режим, он доведен уже посредством массовой информации, кроме того, на каждом модуле, это такое специальное помещение мобильное, которое устанавливается на пляже, там транспарантом вывеской обозначено время работы, да. То есть люди, как только спускаются с набережной, видят вот этот спасательный пост, и им доводится информация именно, когда находятся, работают спасательные посты. И то же время, в ночное время тоже же может, что, много что случится, да, или в темные вечерние? Круглосуточно перекрыть работу спасательных постов не представляется возможным. Выбрано время наибольшее скопление граждан, когда они, значит, отдыхают на пляжах. Понятно. И если к благоустройству обратиться, да, вот с каждым годом все лучше и лучше, все больше каких-то объектов появляется на пляжах. В этом году вот такой типовой набор, что должно быть установлено, что будет на пляжах? Ну, начнем с того, что в этом году все-таки одна пляжная зона у нас работать не будет, это в районе води, связанной с реконструкцией, да, прилегающей территории, набережной четвертой очереди. Поэтому, скорее всего, основной поток граждан, которые привык отдыхать в этой территории, все-таки нагрузка пойдет на вторую очередь. Ну, мы так ожидаем. Поэтому, соответственно, будет усилена эта территория какими-то объектами пляжного оборудования более, скажем так, сильно, потому что ожидается там. И, соответственно, режим уборки там будет соответствующий. Стандартный набор, как всегда, у нас различные тенты, зонты, лавочки, скамейки, все это имеет определенную высоту. Единственное, только вот в районе пляжа для мобильных граждан там есть определенные требования по высоте и длине вот этих вот скамеечек, которые там устанавливаются, и требования к раздевалкам, то, что там соответствующее есть. Кроме того, детский пляж, который организовывался у нас всегда в районе четвертой очереди набережности, в связи с тем, что пляж сработать не будет, в этом году будет организован на пляже в районе Советской Армии. – Да, вот это тоже важно знать родителям с детьми. – Да, да, да. – Сергей Владимирович, вы в прошлом году курировали работу спасателей. Вот, мне знаете, интересно, статистика, сколько было спасено, вы говорите, что люди молодые, пловцы и так далее. Вот эффект от этой работы какой, как можно его определить? – Эффект мы определяем двумя показателями – количеством спасенных и погибших на городских пляжах. Статистика ведется как на городских пляжах, то есть там, где санкционирован отдых, где создана зона реквизации для отдыха людей, так мы ведем статистику там, где не положено купаться. – В прошлом году мы имели пять случаев гибели на пляжах. Эта цифра большая, так как в предыдущий год, вернее, ну два года назад, получается, был один человек погибший, а еще годом раньше мы вообще не имели смертей погибших на воде. Вот, объяснить это, как бы, сложно, это все дело случая, но, конечно, нельзя предъявлять претензию спасателям, что они плохо работали, потому что все случаи были гибели, связанные с употреблением спиртных напитков. Вот, и тут уж, как говорится, судьба распорядилась. Но, тем не менее, спасатели об этом знают, у них не только, значит, входят функции наблюдать со спасательной вишки, они парами патрулируют вдоль береговой полосы, предупреждают граждан, если кто-то нарушает правила безопасности. Также занимаются иногда и розыском детей. – Да, я тоже была свидетелем, несколько случаев, потому что такая паника начинается. – Они молодцы, хорошо, значит, успокаивают, но хотелось бы родителей предупредить, что температурный режим, когда на солнце, он, как бы, опасен малолетним детям, им не нужно бы их перегревать, а также нужно за ними следить. Конечно, все дети находятся, спасатели с помощью мегафона, громкоговорящая связь, они быстренько принимают меры, и негативных случаев не было. Но за детьми нужно следить. Это одно из правил основных поведения на пляже. Людей много, бывает в пиковый вот этот сезон, особенно июль месяц. – Вот что касается алкоголя и курения, то есть алкоголь полностью запрещен, что с курением? Вообще, как определиться, можно, нельзя, потому что… – Сложно регулировать. – Сложно регулировать. – Сейчас, как бы, все за здоровый образ жизни. Курение, понятно, оно не способствует здоровому образу, также оно еще мешает окружающим. Тут, как бы, можно сказать, так, на совете это общественное место, потому что те, кто курит, они прекрасно дают себе отчет, что они и себе наносят вред, и дискомфорт создают рядом окружающим. – Но приедете нельзя, в общем-то, ничего. – Мы можем предоставить услуги для отдыха, а контроль, надзор за соблюдением законности – это, как бы, не находится в функциях администрации. – А как разрешаются вот такие конфликтные ситуации? Допустим, вот уже компания принимает алкоголь, спасатели – это не, как раньше говорили, не милиционер, я почему-то еще к тому времени, что в его обязанности входит? Может ли он сделать замечание? Ну, это же может и спровоцировать что-то, какой-то негатив тоже. Как вы в этих ситуациях видите? – Естественно, были разные случаи, и разная компания по-разному реагировала. Конечно, алкоголь не способствует такому культурному общению. – Да, больше того, опасно. Но, тем не менее, значит, в практику у нас вот сейчас у спасателей в штате есть некоторое количество молодых, красивых девушек-спортсменов. И когда вот они подходят и говорят, граждане, что вот здесь вот нежелательно употреблять спиртные напитки, компании в основном мужские, и они их так зачаровывают, что те положительно реагируют. И вот таким образом… – Да, удивительно. – Это было подмечено вот в прошлый, позапрошлый год. Это не означает, что, значит, на девушек возлагается специальная миссия, но крупных конфликтов не было. Кроме того, органы правопорядка у нас разработан план взаимодействия, где задействованы все силы, которые привлекаются к спасению на водах. Это и федеральное, и государственное учреждение, станция скорой медицинской помощи, в том числе отдел полиции города. У нас есть, ну, так скажем, телефоны контактов должностных лиц, которые могут экстренно отреагировать, помочь на реагирование в случае каких-то конфликтных ситуаций. У нас существует такая договоренность, к этому мы прибегаем крайне редко. Полиция реагирует на звонки спасателей, приезжает, это когда уже крайняя ситуация. В основном все разрешается миром, пониманием. И вот в продолжение этой темы, такой тревожной, вопроса вандализма, Леонид Вячеславович, в том году жаловались, потому что и скамейки на дачу вывозили, и еще что-то там происходило, такой не очень. Да, мне бы еще хотелось продолжить предыдущую тему, что на пляжной зоне как неприятствуется и курение, и распитие, и спиртных напитков, так и выгол, например, домашних животных тоже на пляже нежелательно. Потому что пляжный сезон только начался, а вот уже поступают сигнальные звонки от отдыхающих, ну, например, вот на первой, второй очереди, очень много отдыхающих сами животные. Поэтому хотелось бы обратиться к ним, что все-таки для выголу домашних животных есть определенные места, и пляж не относится к ним. Опять же, вот как-то на них можно подействовать? Вот уже видишь человека с собакой, можно ему как-то сказать, что... Или вот в чьи это обязанности входит? Или это на вопрос культуры мы просто опираемся? Нет, правилами выгола собак и содержания на территории города запрещено. Пребывание с домашними животными на территории пляжа. Об этом информационные таблички на всех пляжах установлены. Кроме того, есть... Перед чем зайти на территорию пляжа, желательно ознакомиться с правилами посещения пляжа, которые выставлены на информационных стендах на каждой пляжной зоне. В том числе там указано и про распить спиртных напитков, и про курение, и про выголу домашних животных, и много чего еще остального, что не следует делать на территории пляжа. Поэтому вот хотелось бы, чтобы отдыхающие все-таки соблюдали эти требования, чтобы не создавать дискомфорт и окружающим, и, соответственно, свое здоровье никак не подорвать. По поводу вандализма, да, в прошлом году у нас было несколько таких случаев, причем достаточно таких вопиющих. И в загородном парке, и в районе Полевой было уничтожено пляжное оборудование, использовалось оно для разжигания мангалов, и сломанный биотуалет, и многое другое. Поэтому все-таки хотелось бы призвать жителей, гостей города сохранять бережно относиться к тому, что для них выставляется на пляже, и таких случаев не допускать. Тем более, что бюджет, в общем-то, такой приличный, да, выделен. Вот если не секрет, какая сумма выделена на обустройство и содержание пляжей в этом году? В этом году у нас муниципальный контракт заключен на сумму 30 миллионов. Сюда входят работы и по завозу песка, и по обслуживанию пляжей, и по ремонту, уставлению оборудования и так далее. Вот такая сумма в этом году у нас. Да. И что касается санитарной такой эпидемиологической ситуации, как часто вы ее отслеживаете, кто этим занимается, и как горожане будут предупреждаться о том, что вот можно здесь купаться, вот вода, песок? Забор проб воды производится еженедельно. В течение 7 дней делается анализ, и по его результатам идет информирование граждан посредством выставления либо черного шара на спасательном посту, если вода не соответствует нормам, либо желтый флаг вывешивается. А у нас уже было такое, что черных шаров я не помню. Потому что санитарная норма в основном соответствует. Да. Значит, это международные стандарты, которые у нас в городе применяются уже достаточно давно. На спасательных модулях вот этих, значит, существуют две мачты. На них вывешивается либо желтый флаг, либо черный шар, пластиковый, размером 50 сантиметров в диаметре. Черный шар означает, что по каким-то показателям пляж не может соответствовать. Полная стопроцентная безопасность, это вот как или показания санитарной воды, или песка. А желтый флаг, все, значит, можно спокойно отдыхать, безопасность будет обеспечена комплексно. Да, кроме того, еще вставляется аншлаг информационный. Обычно тоже либо на входе на пляж, либо возле спасательного поста о том, что в данном месте купаться не рекомендуется. Это если касается результатов анализа воды. Принимать солнечные и воздушные ванны, то есть играть там в пляжные виды спорта, пожалуйста, но заходить в воду нежелательно, потому что при попадании этой воды в пищевод может развиться какие-то инфекционные заболевания. А как часто такие исследования проводятся? Еженедельно, еженедельно. То есть идет мониторинг, отслеживается. Здесь еще управление распотребнадзора по Самарской области свои заборы берет воды. И мы оперативно все это передаем спасателям, и они выставляют соответствующий либо шар, либо флаг на своем посту. В прошлом году, как сейчас помню, стригли водоросли, что было какой-то новинкой, по-моему. Раньше этого не делали, просто они меньше росли. В этом году вот эта ситуация будет отслеживаться? На каких-то участках? Потому что, естественно, что это и неприятно, может спровоцировать даже испуг какой-то, да мало ли вообще что. Вы правильно отметили, что это было единожды в прошлом году. Это как бы исключительная ситуация. Просто водоросли каким-то образом или течением, значит, они появлялись в тех местах, и вот в ходе обследования береговой полосы по линии благоустройства, значит, выявлялись эти моменты. Или, значит, спасатели сообщали, они видят, что, например, реагируют на обращение граждан, значит, у нас совместно принимались меры, и эти водоросли убирались. Да, водолазное обследование у нас тоже проводится регулярно, поэтому все крупные предметы, там, коряги, камни вынимаются. И, соответственно, если во время водолазного обследования обнаруживается какое-то скопление водных растительностей, то производится и лукашин. В том году так было. Но здесь правильно вот отметили, что зависит это от рельефа, от береговой полосы, от течения, потому что все-таки идет скопление там, где либо более теплая вода прогревается, либо какие-то органика присутствует. В том году было лето жаркое, и, соответственно, вот, возможно, это каким-то образом спровоцировало. Как будет в этом году, ситуация пока рана. Да, судя по началу, мы уже и сейчас уже удивляемся, не знаем, что будет дальше. Но у нас не только городские пляжи, у вас, вернее, под контролем, у нас есть Грушинский фестиваль, очень массовое мероприятие с таким рейтингом высоким. А дальше Иволга тоже. Скажите, вы там как-то курируете, вот обстановку отслеживаете, занимаетесь или нет? Да, у нас это считается городским пляжем, одним из восьми вот этих зон, которые в этом году будут оборудованы. Работать этот пляж будет именно вот на период проведения молодежного форума Иволга и фестиваля. А в городской песне им не Грушина. В настоящее время туда завезено оборудование, но в связи с тем, что вода еще пока высокая, пляж в полный меру еще не работает. Но надеемся, что вода спадет, и будет этот пляж работать до конца Грушинского фестиваля. Да, понятно. И все-таки хотелось бы еще раз услышать какие-то общие рекомендации, Сергей Владимирович, вот как, вы же следите, как люди себя ведут, что можно, что нельзя, чего следует опасаться, как реагировать. Потому что, ну, пляжный отдых – это такое особое состояние, да, которое, как ни странно, на что-то провоцирует, и на хорошее, и на плохое. Ну, прежде всего, хотелось приглашать граждан и гостей города отдыхать именно на пляжах. У нас очень много несанкционированных мест, где не проверяется ни дно, ни нет спасателей. Потому что спасатели у нас работают только на городских пляжах. Вот. Количество спасателей ежедневно выставляется порядка 44 человек спланированно. Вот. Девять постов стационарно всегда, круглосуточно несут службу на конкретном месте, а три поста решением руководителей Управления гражданской защиты, администрации городского округа Самара будут выставляться именно в те места, где будет наибольшая концентрация спасательных сил. То есть они могут перемещаться с любого пляжа на другой. Это сделано для оперативного реагирования в случае такой необходимости. Вот один из таких постов сейчас решением руководителя несет службу и готов к нести службы по открытию пляжа. Это Международный фестиваль Иволга и Грушинский фестиваль авторской песни. Что касается поведения граждан, прежде всего нужно понимать, что вода – это и приятно, и опасно. Особенно самый страшный враг здоровью и жизни – это алкоголь, как уже всем об этом известно. Значит, большому риску подвержены дети, не нужно допускать перегрева, как мы тоже сказали. Потому что бывает иногда, вот такой случай был в прошлом году, теплоход, который, значит, вышли туристы, пошли на пляж, перегрелись, забежали в воду, и один житель города Москвы имел так называемое сухое утопление. У него сердечко не выдержало после большого разогрева. Поэтому тоже как бы не нужно, когда долго лежишь под палящим солнцем, тут же нужно с разбегу в холодную воду. Это может также отрицательно сказаться на сердце, как говорится. Так же нужно понимать, что вокруг нас отдыхают другие граждане. Нужно иметь, как бы, не мешать им отдыхать. Вот. Ну, так же не мусорить, не все. Да. Вот относительно мусора хотел, вот экологическая составляющая, Леонид Вячеславович, как это все будет установлено? Потому что, мне кажется, эффект есть. Как установили вот эти вот большие баки, да, для сбора мусора? Или что-то вот такое? Есть. Как-то люди кидают, кидают и вывозят мусор постоянно. Есть. А что еще вот тревожит, волнует, чтобы еще такого сделать? Чтобы совсем все было чисто и хорошо. Да, уборка пляжей производится у нас регулярно, ежедневно, не менее двух раз в день. Первая уборка производится в ранние часы. То есть, это убирается, как раз, все то, что за ночное время там образовалось. И вечерняя. Если погода устанавливается у нас жаркой, количество отдыхающих увеличится, соответственно, периодичность уборки также возрастает. То есть, и днем проводится, и несколько раз, как необходимо. На самом песке устанавливаются специальные урны для сбора мусора. Кроме того, урны ставятся на входах-выходах, потому что многие берут с собой бутылки с водой и начинают обмывать ноги, потом просто это выбрасывают. Поэтому для них специально ставится урна для того, чтобы эти бутылки собирать. И контейнерные площадки, они организуются у нас уже, скажем так, немножко за пределами пляжной зоны, поскольку контейнеры ставятся в определенном месте, куда, соответственно, уже все это сгружается и вывозится систематически. И, соответственно, биотуалеты, которые устанавливаются у нас тоже на всех пляжах, они у нас бесплатные. Поэтому, да, и регулярно также вывозятся. Это что касается санитарных норм, которые у нас применяются. А что касается... Вот вы говорите, Сергей Владимирович, что есть городские, где все контролируется и... Есть несанкционированные места. Вот красная глинка, она к чему вообще относится? Потому что вот насчет массовости я убеждаюсь каждый раз, и идут потоки какие-то огромные людей на пляж. А это вот относится? На Красной Глинке есть Красноглинский пляж. Есть. И там находится... Там все санкционировано. ...пост. А, понятно. Спасательный пост. А вот почему-то такое ощущение, что что-то там не то? Вот что... Потому что пляж этот несколько специфичен. Он имеет границу с лесной зоной, в которой находится много туристов с палатками или просто с пикниками, кто приезжает. И весь мусор, который там образуется, сном образуется именно на самом песке, который у нас содержится, а вот именно вот этой лесной зоне. Там же разводят и костры, и мангалы. И вот складывается впечатление, что пляж неухожен. Хотя на самом деле эта территория к пляжу отношения никакого не имеет. А как-то можно вот эти вопросы решить? Прорабатываются они сегодня? Нет? Потому что на самом деле вот что-то... Пляж имеет свои границы. Границы. Их нельзя растянуть по всему берегу. Поэтому люди тоже иногда хотят как-то уединиться. Топщик выбирает вот эту лесу. Лесную полосу. Да, им там поспокойнее. И рядом река. Мусор не убирают. Опасность лесных пожаров. Это уже отдельный вопрос. Летом очень злободневный. Вот. Пытаемся следить. Пытаемся спасателей предупреждать о том, что это не нужно, не следовало бы делать. Ну, тем более, что в районе пляжа Красный Глинг стоит большой контейнер для сбора мусора. И поэтому, если вы приехали отдыхать, видеть их никогда... Просто нужно знать, что есть такой контейнер, и уж потрудитесь. Другой вопрос, что не все за собой все это убирают. Хотелось бы поэтому призвать отдыхающих все-таки убирать за собой мусор. Это будет и чище, и лесная зона не будет уже. В следующий раз опять приедете туда отдыхать. Это чисто вот, скажем так, от культуры зависит. Да, да, да. Вот это лето будет последним перед чемпионатом мира по футболу, и на такой генеральной репетиции, потому что все должно быть, да, так скажем, по европейским нормам у нас. Будут люди из разных стран, и не хотелось бы, чтобы именно эта зона, там, пляжная, как будто удручала чем-то. Какие-то задачи ставятся на будущий год, уже сегодня? Что-то вы будете готовить особенное, может, что-то усилите, еще какие-то новшества появятся? Вот уже сегодня есть какие-то планы? Вопросы безопасности вообще, мне кажется, будут очень серьезно стоять. Дело в том, что уже на протяжении 10 лет город Самара занимается плотно этими вопросами. Я не готов сказать, что все отточено до совершенства. В основном, конечно, эффект работы спасательных постов зависит от отношения людей, спасателей к этому делу. Все необходимые условия городом Самара администрации всегда создавались и создаются. Значит, единственное, возможно, будет рассмотрен вопрос по закупке более нового спасательного снаряжения. На данный момент как бы небольшими объемами это восстанавливается. Возможно, этот вопрос при формировании бюджета на 2018 год также будет учтен. И мы надеемся, что в этих моментах мы сможем. А так, работа самих спасателей, она достаточно хорошо и контролируется. Кстати, по контролю за спасательными постами мы как заказчики Управления гражданской защиты обеспечиваем контроль. Он начинается с завтрашнего дня. Сотрудники администрации посетят все, в определенное время все эти посты, зафиксируют начало работы спасателей, выявят, если по необходимости будут такие выявлены недостатки, отреагируем на них, чтобы посты работали как надо, не только к чемпионату мира, но и сейчас. У нас буквально минутка, Леонид Вячеславович, вот что можно сказать еще? И до какого момента вообще все это продлится, будут работать официально пляжи, облагораживаться, обустраиваться и так далее? Ну вот, к вопросу о гостях города, которые планируют в следующем году, пляжи у нас в Самаре уникальные, их протяженность более четырех километров, я не думаю, что многие города могут похвалиться такими песчаными пляжами, поэтому надеемся, что мы встретим гостей чемпионата мира достойно, что всем понравятся наши пляжи. Работать они будут у нас до середины сентября, когда у нас будут сняты спасательные посты, но уборка территории еще будет проводиться до середины октября и дальше по погодным условиям производится вывоз оборудования. Как кто-то пошутил, что погреемся осенью, раз сейчас мы по этому не можем. Бывали периоды года, когда у нас был очень жаркий сентябрь, и октябрь и просили оставить оборудование подольше. То есть это все можно рассматривать? Конечно. Спасибо большое за эту информацию. Хорошего пляжного сезона вам и всем нам, горожанам. Увидимся на городских пляжах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова